Ну что, сегодня мы с вами готовим пасхальные панетоны, панеслаз. Что нам для этого надо? Для опары мы берем сахар 1 столовая ложка, теплое молоко 270 миллилитров и, конечно же, 40 грамм дрожжей. Дрожжи берем, вот эти вот жатенькие, жатенькие, живые, живые дрожжи. Все хорошо размешаем. А, да, кстати, добавляем еще мукички. Ну, в общем, мы должны размешать до состояния такой нежидкой сметаны. Убираем на 10 минут. Тут я убрала и забыла. Соединяем теперь сухие ингредиенты. Мука 620 грамм вместе с теми, которые мы добавили в опару. сахар, ой, сахар, масло сливочное, 230 грамм. Желтки 14 штук. Соль 1 щепотка. И сахар мы еще берем 220 грамм, помимо той 1 ложки. Теперь мы, значит, 14 яиц. Разделяем желтки от белков. Вот смотрите, как красиво у меня получилось. 14. Кто не верит, посчитайте. Итак, теперь, пока опара стоит у меня в микроволновке, я такая деловая колбасня. Взбиваю яйца. Желтки обязательно надо. И тут открываю микроволновку. А у меня, ешки-матрешки, убежала моя опара. Потому что 20 минут вместо 10 я. Понятно? Ну, нифига. Это все цветочки. Все медленно соединяем. Медленно. Понятно? Быстро соединяем. Можно не быстро. Можно повильно. Но соединяем опару и желтки. А, кстати, все сухие ингредиенты, мука, сахар и соль, мы уже перемешали все вместе. Теперь вливаем наши сухие ингредиенты. Ингредиенты. Желтки с опарой. Перемешиваем. У меня, смотрите, какой золотой помощник. Вот такой классный кухонный комбайн. В общем, я его завела. По рецепту нужно было взбивать 10 минут. Масяшечки. Первый раз готовлю эти понетоны. И, в общем, как всегда-то состратила. Потому что вместо 10 минут, я взбивала 20 минут, а надо 10 минут взбили, и потом добавляете размягченное масло. Нет, не добавляйте пока. Вот, пока там все перемешивалось у меня, что я сделала? Беру цукаты, изюм и мертили. Все время забываю. Вот такой коньячок у меня, привезенный из самой Украины. Наливаю 100 миллилитров комьяка. Да. Вот так вот налила. Видите, тогда у меня кружечка нервная, офигенная, офигительная. Ну что, коньячок пошел в нашу начиночку. И, боже, боже, какие запахи. Пошли по моей кухне. Муж даже прибежал. И 100 миллилитров крутого кипятка. Отмерили. Видите, пар пошел. Пар, пар, паруем. Все заливаем. Пока тесто у нас там взбивается, я это все перемешала. Сукаты, мертили. И изюм закрываю пленочкой и убираю. А тесто месяца, да-да-да, вот такое волшебное, красивое такое получилось. Вау, просто вау. Так, где там пленочка? Вот она моя пленочка. Все, убрали и забыли. Что теперь с тестом? Ага, это я 20 минут, понятно, вместо 10. Вот так вот немножечко пособирала я тесто в кучу одну. И теперь нужно добавлять постепенно по кусочку размягченное сливочное масло. Вы помните, 230 грамм идет на рецепт. Вот так я взбиваю. Я взбиваю. Помощник мой мне помогает. А я наблюдаю. Ну, думаю, я контролер сегодня. Кстати, этот понетон готовится без прикасания к рукам. То есть, или миксером взбиваете, или вот таким помощником, как у меня. Заблитый кезык маленько. Ну, это все ерунда. Окей. В общем, я такая торопышка накидала этого масла. Вот так оно мне все взбивается, взбивается, взбивается. Вот так накрутилось на мой крюк. Вернее, на крюк моего помощника. И теперь, массажечки, когда масло уже взобьется с тестом, нужно добавить 2 столовые ложки мёда. Кстати, этот мёд от моей любимочки из Украины пришел ко мне в Италию. Вот так вот, да. 2 ложки туда хернули.